всем привет в третьем туре с этой блин неимоверно странный жеребьев к я буду сказал более чем странный бакинская система она наверняка работает и очень хорошо работает на турнирах где там его во франции в капелле или грамм где играет больше 600 человек в общем в турнирах ну где точно играет больше 150 может работать это идиотское другого слова не подберут система в общем мне в третьем туре по жеребию выпал мирослав лосенко мирослав в прошлом году просто выиграл занял первое место в этом турнире играет неплохо играет интересно очень хотелось его победить но я совершенно дебильно провел подготовку то есть именно так сейчас я вам скажу где я ошибся при подготовке значит мирослав очень любит играть голландскую защиту к сожалению сейчас секундочку отвечу вот сожалению ленинградский вариант и там конечно убил их лучше и я посмотрел как как правильно надо играть белыми но при просмотре партии я обнаружил что он на коне в 3 частенько играет f5 а иногда играют d6 вот в общем и увидев ход f5 я решил проверить как же он реагирует на d3 естественно сильнейший ход d6 е4 е5 конца 3 это все основная теория на данный момент конца 6 и вот здесь перед белыми выбор играть еф или d4 и я решил сыграть d4 возможно это все таки не точность надо мне будет для себя чисто отметить что ход еф стоило бы изучить посерьезней вот на будущее после d4 но тем не менее я готовился очень серьезная фе коль бьет е4 d5 обнаружил что максим ваш гелограф от играл здесь колледжа 3 и выиграл две партии у неплохих шахматистов антону давида антона джихара и представлении мне кажется не нуждается под 2 700 рейтинг и у менее известного мне хаука ну в общем после е4 конь е5 оба этих шахматисты играли с ним кони в 6 но я запомнил что после слон b5 вот эта позиция она у белых явно приятель ну хотя движок не особо согласен считает что f3 надо раньше играть но f3 я помнил а слон же 5 нет то есть скорее всего я бы здесь f3 пошел но в общем и максим выиграл обе партии я их посмотрел и даже занес к себе в базу так ну мельком посмотрел естественно а ход конь бьет е5 моего внимания не удостоился вообще а ведь после д.е. у черных например есть очень интересный боевой ход слон c5 прицелиться к пункту f2 и в частности в партии двух играющих на этом турнире шахматисток на высшей лиге прошлого года в новокузнецке белые сыграли слон е2 конь е7 рокировка конь g6 и партия между екатериной валентиновной ковалевской то есть здесь белое получили поприятней да играющая белыми екатерина валентиновна ковалевская вот но не смогла пробить жанну лесных то есть вот вот эту позицию после слон d7 слон g5 сильный ход она тем не менее в общем не смогла реализовать перевес то есть вот здесь вроде надо было бить на d7 играть ладья c1 вот но с хода слон c5 я тоже не посмотрел а ход c6 однозначно первая линия и ком говорит что равенство и я пошел f3 и движок меня сразу начинает ругать то есть надо было играть либо слон е3 вот запоминай роман юрьевич слон е3 чтоб слона на c5 не пустить либо слон е2 чтобы быстрее сделать рокировку и c4 рвануть вот а пешкой е5 ну на пешку е5 я так понимаю белым надо наплевать то есть их задача вскрыть линии в центре в общем все это требует дополнительного анализа то есть к чемпионату мира среди ветеранов работы мне точно прибавляется выбрать между слон е2 и слон е3 а я сделал совершенно дебильный ход f3 ну мне страшно играть против пешки е4 и движок говорит что если б черные пошли слон c5 фе конь е7 то белые рискуют не выйти из дебюта и как бы верить не хочется движку но ну похоже на правду чем-то напоминает вариант с f3 защиты каракан нечто похожее есть только только там у белых где-то еще черным коня надо жертвовать чтоб такое получить вот а мирослав сыграл еф и ферзь h4 вот эта позиция мне уже очень сильно нравилась я выбрал вторую линию как говорит движок слон е2 ну и естественный ход говорит слон d3 давал белым стойкий плюсик ферзь бьет h6 да черные успевали дать шаг на c5 и вывести ладью на f8 но вот и тэншпиль несмотря на то что у черных преимущество двух слонов этот тэншпиль у черных похуже потому что висит пешка g7 и удачного способа ее спасти нету на g6 там коня в 6 шаг и конь h7 еще на g6 висит вот ну то есть у белых чуточку поприятней то есть компенсация за пешку у черных однозначно будет у них два сильных слона не надо забывать вот ну в общем слон d3 давала мне ну я слон бьет h6 даже считать не стал очень не хотелось избавляться от слона и я был не прав я пошел слон е2 с идеей на конь h6 дать шаг на h5 и это вторая линия компа то есть он считает что здесь у меня полный порядок все правильно ход кони в 5 не очень хорош что вроде стоило сыграть как то иначе а мне в свою очередь на коне в 5 стоило его пока подрезать не пустить на d4 этот ну ход достаточно тонкий и я его в общем то не поднял ну я сообразил что рокировать в короткую не надо вот и после конь d4 мне казалось что слон d3 дает мне отличные шансы ну впрочем слон d3 и слон d1 примерно одна оценочка слон d3 слон g4 конь g3 и здесь мирослав поднял сильнейший ход c5 а я сильнейший ход не поднял то есть здесь надо было пойти h3 ну ладно я нет стоп ну c3 одинаково c3 конь c6 и вот здесь здесь мне надо было пойти h3 зачем слон e6 конь h5 пожертвовать фигуру нет пешку на e5 и вроде у белых отличная компенсация движку очень нравится ход слон g5 я его тоже смотрел но на конь бьет e5 я естественно считал только шахи а после слон c2 выясняется что у белых ну просто очень мощная компенсация я хочу пойти h3 сделать длинную рокировку все фигуры белых в игре если h6 то после слона f4 висит конь ну черным надо развиваться и после h3 если слон уйдет то вообще конь f5 прыгнул то есть здесь компенсация за пешку была а я не поверил то есть я видел ход слон g5 но сделал шаблонный ход слон f4 после g6 мне просто стало противно играть эту позицию это грубая ошибка о которой предупреждал еще стейнис то есть нам должно быть интересно играть любую позицию вот h3 я поднял сильнейший ход конь e2 первую линию поднял у белых чуть чуть похуже но не критично слон g7 здесь я поднял опять же сильнейший ход слон b5 король d7 и сделал похожую ошибочку сделал длинную рокировку а надо было играть ладь да ладья d1 чуточку более точный ход с идеей слон c4 чтобы конь e2 был заищен вот так вот остаться без рокировки а я не выдержал и и рокировал все равно пишут что это равная позиция но на ладья f8 ну как я мог поднять ход ладья f e1 я здесь что только не считал и допустил грубейшую ошибку ну потому что считать абстрактные варианты очень сложно и противно всегда проще считать конкретику вот после ладья f e1 на a6 у белых появляется ход слон c4 то есть при ладья на f1 этого бы не было в виду g5 и на слон бирже 5 размен на f1 и связка исчезла вот ну а здесь на конь e7 он рекомендует просто отойти слон d3 или слон b3 и пишет что ну скажем слон b3 b5 допустим слон c2 и вот при песне на b5 сейчас белые проведут b4 конь получит поле d4 ну в общем движок не сомневается в том что это равная позиция я решил что пора действовать агрессивно пошел c4 и b4 здесь ход g5 по мнению движка меня закапывал сразу же на слон бьет g5 размен на f1 a6 и на c6 уже бить совсем противно висит на c4 то есть надо отходить на a4 и на слон бьет c4 у белок есть сильный ход bc пользуясь тем что на взятие на e2 будет шаг на f7 и здесь белые по мнению движка всего лишь всего лишь минус пешку стоят хотя вот вообще не очевидно видно что у черных все фигуры стоят лучше на e5 потеряется на c5 слабость ну движок говорит что это держать легче Мирослав сыграл a6 о это уже вышло на первую линию a6 вот более сильный ну да мне тоже кажется что вот с этого момента Мирослав меня очень убедительно начал переигрывать конь бьет d4 король c5 конь b3 шаг пока все обязательно я считал сильнейшим король b4 железя как говорит что даже после слон бьет b3 у черных прилично лучше а нет уже нет уже равенства но король b5 это с отрывом первая линия ладья f3 ход строго единственный больше некуда и ходить ладья c8 дальше я делаю единственные ходы и мне становится все хуже и хуже здесь я чуть было не сыграл ладья d6 там после размена в общем то и слон е6 белым не удержать пешку в общем то все быстро заканчивается я перезвоню и ролик записываю вот поэтому я сыграл ну движок говорит что надо давать шаг на d4 и попадать под все связки типа король a4 слон g5 ладья d7 слон f6 и вроде как вот это можно держать мне не верилось потому что ну коль на d4 связан по рукам и ногам хотя скажем ладья e3 и на слон c5 ну на слон c5 в белых появляется ответ e6 и конь защищен на слон b4 тоже e6 в общем эту позицию держать приятнее но я не рискнул я сыграл ладья c1 в надежде на то что мне поставят шаг на d3 я съем ладья бьет d3 и выиграю партию ну давайте покажу ну понятно что в такую детскую ловушку мой противник не попался на d3 бить нельзя ладья c8 на ладья c1 конь c1 и конь защитил ладью вот я ушел конь d2 движок говорит вообще ничего страшного в этой позиции нет надо было только пойти король b2 с тем чтобы сохранить одну ладью да то есть вы помните все надеюсь знают что преимущество двух слонов это преимущество эншпильное то есть нужно снять с доски все остальное и слоны выигрывают сами автоматически вот из этих соображений белым просто необходимо было сохранить ладью я же сделал ход конь d2 и у меня стало совершенно безнадежно то есть мирослав грамотно все разменял сделал сильный ход слон c4 и слон d5 все в любой момент черные могут взять на f3 и выиграть пешку е5 х4 король c4 король c2 ну вот здесь проще всего на мой взгляд выигрывала слон бьет f3 gf король d5 потом теряется пешка е5 фиксируется пешка h4 и черные либо проводят g5 и пешка h отправится в поход в общем это минус 5 это я так и оценивал и собирался здесь сдаваться вот но но мирослав решил не торопиться b5 ну здесь оценки минус 3 я считал что у меня все равно проиграно но и решил что сдаваться не надо надо что-то придумать я придумал отправить коня на f6 вот понятно что помочь это никак не может черным вполне достаточно взять на g2 но встанет конь на f6 ну и что следующего хода не видно на конь е8 просто слоны f8 всегда будет просто пошли королем на тот фланг вот а если пойти е6 ну как бы движок говорит что надо дать шаг на е4 но я и после слон c6 не понимаю как тут белые могут получить контр игру то есть потом просто придет король и все эти пешки потеряются вот но король d4 тоже не упускает победу естественно напали на а2 естественно я пешку не отдаю и снова вот в этой позиции слон бьет g2 заканчивает максимально легко и быстро а после слон бьет е5 слон бьет а6 слон бьет g2 оценка оценка конечно у черных выиграна выиграна причем достаточно не сложно вот я пошел слон g5 ну скорее всего пешка а3 потеряется видите у белых две слабости на а3 и на а4 и здесь я пошел кони в 6 вот важный момент самый простой способ выигрыша это вообще не дать белым пойти а5 сыграли слоны в 3 и потом черные могут комбинировать угрозы пешки а3 и пешки а4 все совершенно выигранная позиция ну и после слон c3 она выигранная но у меня появились иллюзии да конечно после жажко он бьет h5 у черных выигран это первая линия слон бьет f6 и жаж к сожалению для белок тоже проиграно потому что черные создают проходную по линии беста слона на е6 доводят пешку до h3 и белый король не сможет разорваться то есть белым нужно и королем и слоном одновременно держать обе пешки это невозможно король и слон способны держать только одну вот так а второй придет черный король и проведет ее то есть да это совершенно безнадежно я почему то считал что она ничейная мне казалось что забавный глюк произошел мне казалось что именно поле h1 цвета моего слона вот ну после жажко он h5 слон е4 мне тоже я думал что спастись невозможно король да и вот здесь вместо естественного хода король b3 и на конь g3 слон d3 а на коне f6 слон c6 черные вырезают лошадь и отнимают вторую пешку но мирослав сыграл здесь слон f3 и после коня f4 король b3 конь d3 у черных все еще выиграно но нужно проявить терпеливость то есть стоило сыграть а5 на слон е7 согнать коня и только после того как конь отойдет уже отнимать пешку a3 а видимо на секунду мирослав расслабился и после король бьет a3 бац и позиция резко стала ничейной слон е7 шах ключевой момент заключается в том что куда бы черный король не отошел скажем в партии было король b3 а на король a4 последует конь c5 и пешка a6 все таки теряется вот а потом слон встает на е7 и пешку b вперед не двинуть ключевой момент в том что нельзя закрыться b4 ввиду размена и белый король встает на a1 и никуда из этого угла не выходит вытеснить его черные не могут это ничья да тут мирослав понял что он грубо ошибся но и все равно пытался эту позицию у меня выиграть но впрочем выиграть здесь невозможно то есть белый король встает на b2 слон встает на е5 и теперь белым нужно отдать коня за пешку b3 и короля из угла a1 вытеснить невозможно два слона у слона не могут выиграть он стоит по большой диагонали и все вот конь a6 то есть ну мирослав здесь еще какие-то цукцванги придумывал вот конь a6 король b5 конь c7 король a4 ну и я просто решил стоять королем слон a3 король a1 слон c3 слон e5 ну и здесь симпатичный еще один зевок совершил мой противник ну любые ходы то есть усилиться черные не в силах либо белый конь выходит и жертвуется за пешку b3 либо ну черные теряют пешку b3 и так последовало король c5 ну и я таким простеньким тычком зафиксировал ничью конечно можно было здесь пойти конь b5 с идеей конь d4 и конь бьет b3 ну и конь b1 вполне нормально мирослав съел коня предложил мне ничью ну понятно что он был очень расстроен вот ну за что мне прилетело такое везение в виде полу очка я пока не понимаю возможно за то что я не сдавался просто очень долго как говорил один мой друг правда в другую игру он играл и когда ему говорили что тебе очень везет ну вы же понимаете я играю слабо поэтому должен получать фору ну а так как я играю слабо то мне чтоб я выигрывал должно везти да вот в общем пол очка я конечно заслужил вот а мирослав конечно был ну заслужил победу то есть он меня переиграл очень хорошо вот а над этим вариантом предстоит мне предстоит еще очень серьезно поработать все всем спасибо за внимание до свидания я все то есть вот я все то есть я все все я все все